Здравствуйте, дамы и господа, с вами Александр Шадов, кандидат философских наук, абсолютный скептик, герменефт, абсолютный герменефт, софист, сверхчеловек, основатель Шадовки, Александр Шадов, здравствуйте. И мы сейчас обсудим одну довольно вредоносную для культуры личность, и эта вредоносная личность — это Карл Саган. Вредоносность Карла Сагана, на мой взгляд, максимально очевидна именно для интеллектуальной культуры. Да, интеллектуалы, люди, которые, ну, имеют некое отношение к такому классическому образованию, да, вот куда-то вот сюда смотрим, обсуждая Карла Сагана, именно на классическое образование, на такие вот вещи. Ну, просто потому что, если мы будем понимать под интеллектуалами разных там колдунов, эзотериков, там, астрологов и так далее, ну, тогда, наверное, Карл Саган далеко не самый вредный из них, да, ну, и даже, наверное, даже и так он, наверное, не самый вредный, но один из самых вредных персонажей, который очень много плохого привнес в дискурс, наряду с Полом Курцем, например, да, наряду с Полом Курцем. И самая главная моя претензия, вот как вот человека, который сделал из скептицизма большую позитивную германифтическую программу. Вот от меня большая претензия таким людям, как Карл Саган, по крайней мере, потому что благодаря им в дискурс было введено такое словосочетание, как научный скептицизм. И понятное дело, что научный скептицизм не имеет никакого отношения, ну, к нормальному скептицизму, к обычному скептицизму. И что самое главное, этот самый научный скептицизм практически во всем противоречит нормальному, обычному, хорошему, сверхчеловеческому, нашему абсолютному скептицизму, да. Окей, всякие эпитеты мы здесь, конечно, подобрали. Но опять же, да, какова генеалогия, какова связь научного скептицизма и скептицизма обыкновенного? Тут тоже очень глубокий вопрос, на который мы, наверное, здесь и не будем отвечать, но мы его просто озвучим, чтобы он вот висел в воздухе. Какова связь между Карлом Саганом и его позицией и, соответственно, ну, тем скептицизмом, который был в античности? Хороший вопрос, да, мы его, не знаю, обсудим, не обсудим, короче, посмотрим, ну, хватит ли у нас на это времени. Прежде всего, на мой взгляд, следует разделять три ипостаси, две ипостаси Карла Сагана, ну, можно три, можно две. Первая ипостась — это Карл Саган как ученый, в этом плане у меня к нему претензий нету, я некомпетентен, чтобы разбирать его работу как ученого. Вторая ипостась, которую можно разделить на две, — это его работа научпопера и одновременно с этим философа, в том числе философа науки. Понимаете, да? То есть всякий научпопер ввиду своей специальности выходит в область философии науки и просто философии. Ну, потому что в науке ни в одной науке, ни в одной из дисциплин, кроме философии, ну и, может быть, социологии, нету такого ресурса, который позволял бы анализировать саму науку, само научное движение, то, как оно должно работать, какие методы в нем должны или не должны быть, и почему они должны или не должны быть, тоже, да, надо это как-то обосновать, пояснить. В общем, ни одна наука, кроме философии, если мы ее вообще считаем наукой, и социологии, которые некоторые считают наукой вполне обоснованно, да, ну, дать какой-то инструментарий для этого, ну, больше никто не может. Ну, и Карл Саган, который ни в коем случае не является социологом, Карл Саган, который ни в коем случае не является философом, лезет в глубочайшие философские вопросы о методологии познания, эпистемологии, о скептицизме в том числе, о скептицизме в том числе, ничего в этом не понимая от слова совсем. Чтобы вы понимали, Карл Саган это обычный ученый, а обычный ученый находится на уровне, знаете, на дрессированной собачке, на дрессированной собачке, на дрессированной собачке, которые обучили научному методу, ну, чтобы мы не понимали под научным методом, тут даже не важно, да, причем научный метод не в каком-то абстрактном таком смысле его обучили, его обучили научному методу внутри его конкретной дисциплины. И вдруг он такой выходит и рассказывает нам о том, как все вокруг надо познавать. Выходит и рассказывает, а какие ошибки бывают, а каково это критическое мышление. Астроном, астролог, простите, выдающийся астроном и космолог внезапно начинает рассказывать нам о чем-то, что находится далеко за сферой его компетентности. И отстаивать эту самую позицию, но отстаивает он ее не как, условно, ученый или специалист, который действительно готов озвучивать аргументы. Он отстаивает ее как идиот, как миссионер, как пропагандист. Понимаете, в чем дело? Основная проблема в том буквально и заключается, что Карл Саган это один из первых крупных, больших и серьезных пропагандистов от сайентизма, науки, научного догматизма и всего вот этого подобного. Карл Саган это один из первых главных, один из самых ярких пропагандистов в этой самой области. В каком-то смысле, в каком-то смысле, в каком-то смысле, этот человек задал тенденцию на развитие всего этого проклятого научпопа, который по сути, по большей части является чистой миссионерской деятельностью, за которым не стоит какой-то серьезной аргументации, за которым не стоит какой-то серьезной философии, за которым практически ровным счетом ничего нету, потому что этим самым научпопом занимаются такие люди, как Карл Саган, такие люди, как Панчин, такие люди, как Дробышевский, такие люди, как Докинс. То есть, да, это люди, которые занимаются якобы философией, ну что научпоп, очень часто касается областей философии, доступно или недоступно метафизическое, какие методы познания должны быть, какие методы познания хорошие, какие плохие, какие работают, какие не работают, какие эффективны, какие неэффективны, да, но при этом эти люди вообще ничего не понимают в философии. И проблема даже не в том смысле, что, ну, как бы эти люди должны понимать какую-то конкретную философию, знать ее наизусть и ее озвучивать. Нет, они не знают своих соперников. Самая главная, самая большая проблема всех этих интеллектуалов, которых буквально возглавляет Карл Саган, ну, который уже давно умер, понятное дело, но он как бы все еще звезда, его книги все еще важны, он все еще является человеком, который вдохновляет молодежь. Так вот, такие люди, как Карл Саган, к большому сожалению, они наоборот позорят весь этот самый сиентизм, сиентизм становится менее профессиональным, потому что, ну, любой специалист по любой дисциплине, ничего не понимающий в теории познания, будет высказываться на темы о теории познания. Никто не запрещает высказываться, но он будет высказываться авторитетно от лица науки и обращаясь к своей пастве хомячков-сиентистов, которые просто стоя на коленях будут воспроизводить то же самое, что говорят они и говорить, ох, какой же гениальный этот Дробышевский, ох, какой же гениальный этот Панчин. И мы сейчас даже, понимаете, мы говорим о научпопе, который является научным научпопом. Именно научный научпоп в том плане, что научпоп от ученых, которые упрощают позиции. Мы не говорим про научпоп от дегенератов по типу, там, Трэш Смэша, Яна Топлиса и других людей, у которых, ну, в голове, ну, блядь, орешек, как бы, буквально орешек. Вот об этих людях не говорим. Они и в науке ничего не понимают, в своей, да, у них даже своей науки нету, чтобы что-то понимать в каких-то хотя бы областях науки, чтобы вы понимали, да. С другой стороны, они и в философии ничего не понимают, и нигде ничего не понимают, и вот что-то они про науку там, бла-бла-бла-бла-бла. Не, мы говорим про людей, которые являются, ну, скорее всего, хорошими узкими специалистами. Ну, то есть, ну, по крайней мере, степень того, насколько они являются хорошими узкими специалистами, я оценивать не могу, потому что это не моя специальность. Мы говорим о таких людях, как Карл Саган, которые хорошие, ну, якобы хорошие или хорошие специалисты в своей области. Мы здесь не берем на себя право решать, насколько они плохи или хороши в своих специальностях, да. Но почему-то они лезут в нашу философию, в нашу, в мою, в мою философию, в нашу философию И решают, что плохо, что хорошо, что работает, что не работает При этом не зная базы Ну, например, не зная, критикую, критикую, критиковать абсолютный скептицизм Не зная базы абсолютного скептицизма Не прочитав даже, прошу прощения, я уронил, я уронил книжечку Не прочитав даже первые страницы Секста Эмпирика Опять же, первые страницы перроновых положений Секста Эмпирика Прочитать для того, чтобы критиковать скептицизм обязательно Вы не можете критиковать абсолютный скептицизм Ну, вы не можете, если у вас откуда-то другая правильная информация о скептицизме есть Но самая база об абсолютном скептицизме Открывается на первых страницах Секста Эмпирика Перронового положения Даже не надо все читать Разрешаю прочитать первые страницы 10 Все, вы готовы, если вы хорошо прочитали Вы готовы к критике абсолютного скептицизма Если вам найдется, что там критиковать Честно говоря, да? Так вот, Карл Саган был выдающимся астрономом, космологом и популяризатором науки, который стремился объяснить сложные научные идеи простым языком, чтобы сделать их доступными широкой публике. Его основные идеи охватывали различные темы от космоса и человеческого разума до критического мышления и ответственности перед будущими поколениями. Вот несколько ключевых идей Сагана. Окей, космос как единая система, мы это критиковать не будем. Значимость науки и критического мышления. Карл Саган подчеркивал важность науки как метода познания и считал критическое мышление жизненно необходимым инструментом. Он разработал так называемый набор для обнаружения лжи, который мы разберем, у нас будет небольшой разбор этой книги сегодня, сейчас, да? Методы и подходы, которые помогают распознавать псевдонаучные или ложные утверждения. Ну, окей, начнем с фундаментального. Окей, важность науки, все дела, он сиентист, науку любит, это понятно, это даже, ну, вот это даже упоминать не стоит, это все обычное дело. Критическое мышление. Что такое критическое мышление? Да, вот вопрос, что такое критическое мышление? Мы уже, исследовав прагматиков, мы можем узнать, что такое критическое мышление по Дьюи. У Дьюи это прежде всего рефлексия, да, ну, то есть это рефлексивное отношение к знанию. Мышление о собственном мышлении. Только тут сразу же возникает первый конфликт, на мой взгляд. Первый конфликт. Если вы хорошо рефлексируете, ну, опять же, на мой скромный взгляд, вы, скорее всего, придете к тому, что значимость науки, как таковой, сильно завышена. Ну, опять же, что такое наука? Ну, потому что вы сразу же начнете задаваться вопросом, а что такое наука? А какие элементы науки действительно полезны, а какие не полезны? А почему, если мы смотрим на академические разные инстанции, 95% из них работает просто в холостую, производя разные тексты, теории, взгляды, позиции, статьи, монографии, но из всего этого не следует ровным счетом никакой практики. Ну, может, не 95, но 90% точно наука очень сильно работает в холостую, да? Вот почему? Почему? Считать ли то, что работает в холостую, тоже наукой? Или не считать, например? Считать ли наукой успешные теории? Или неуспешные тоже считать? Должна ли там быть фальсифицируемость? Или нет? Да, то есть вы начнете очень много думать. А как только вы начнете очень много думать, значимость науки начнет падать. Ну, потому что одно дело, когда вы науку воспринимаете как условно религию, вот у нас там священное, святое, мы на это смотрим, мы этому поклоняемся. Великая наука не спасла нам практику, а мы такие, о, манипэдмэхум, о, великая наука, спасибо тебе за великие блага, спасибо за технологию, спасибо за компьютер, самолеты летают, компьютеры работают, там все это делается на науке, что бы это ни значило. Это довольно забавный религиозный подход, на самом деле. Ну, вот он, да, вот здесь, вот при таком подходе, у нас значимость науки, она максимальная, гигантская значимость науки. Но как только мы начинаем науку расколдовывать, так скажем, да, как только мы начинаем ее расколдовывать, ее значимость становится все меньше и меньше и меньше, потому что, ну, по крайней мере, даже непонятно, а что такое наука? Вот что, вот как дать такое определение, которое позволяло бы нам определить, что такое наука, да? И мы с этим обыкновенно не справляемся. Философия и науки это вообще колоссальная проблема. Я понимаю, что догматикам в духе Карла Сагана, ну, как бы, чужды размышления в области философии и науки, но это, опять же, делает его человеком без, скорее, критического мышления. Тут критическое мышление и значимость науки, они как будто бы, ну, вот если по Дьюи мы посмотрим, опять же, как там Дьюи это трактовал, это один вопрос. Другой вопрос как-то мы сейчас можем трактовать, изучая разные дисциплины и как, в общем-то, мы можем объединить критическое мышление и науку. На мой взгляд, объединение критического мышления и науки в современном мире является крайне затруднительным. Вот. Ну, по крайней мере, ввиду огромного количества аргументов, позиций в области философии и науки, непонятно, что это такое, непонятно, как оно должно работать, непонятно, а почему мы вообще должны этой самой науке поклоняться, что такое наука, технология это наука или не наука, а в какой степени технологии зависит от того, что мы называем наукой, что мы называем наукой, мы тоже не до конца понимаем. Здесь наука это очень многозначное понятие, к большому сожалению для сиентистов, ученых и всех там остальных, да, это очень многозначное понятие. И в рамках этого многозначного понятия мы можем работать с ним практически как угодно. А поскольку мы можем работать с ним практически как угодно, ну, наука это и есть практически что угодно. Ну, не практически что угодно, но что-то из какого-то некого такого большого диапазона разных понятий. Это очень размытая штука. Так вот, на мой взгляд, критический подход у Карла Сагана, он должен быть трансформирован. То есть, в отличие от того, что был у Дьюи, Карлу Сагану придется трансформировать этот подход во что-то совершенно иное. И ввиду этого мы получаем уже первое ответвление, то есть, у него свое критическое мышление должно быть. Да, критическое мышление, которое включает в себя значимость науки. Что бы ни значило, что такое наука. То есть, уже не просто рефлексия над мышлением, мы не просто думаем над своим мышлением. И пытаемся анализировать, насколько мы тут хорошо подумали. Там хорошо подумали, здесь хорошо подумали. Мы проводим рефлексию, но в рамках научной цензуры. Это важно. И мы в этом убедимся в дальнейшем, исследуя другие идеи, собственно, Сагана. Окей, ответственность перед будущими поколениями Саган отмечает. Это нас практически не интересует. Поиск неземной жизни он этим занимался. Гуманизм и скромность человечества. Саган подчеркивал, что человечество лишь малая часть огромной вселенной. И наш голубой бледный пиксель. Земля уязвим и уникален. Но считал, что это сознание должно вызвать в нас чувство скромности и побуждать к заботе друг о друге и окружающей среде. Должно почему-то. Гуманизм. Вообще гуманистические идеи, мне кажется, тоже предельно наивными сами по себе. Но это правда не значит, что если мы не гуманисты, что мы вдруг должны, знаете, отправиться, пойти уничтожать все вокруг себя или должны мнить себя какими-то суперклассными. Но важно отметить, что Кага Саган, он верил в силу науки и образования, как средство для создания лучшего мира. Он считал, что просвещение людей о науке и их роль в мироздании может вдохновить человечество на более мирное, устойчивое будущее. Сложно сказать. Опять же, тут относительно вера в прогресс и просвещение и науку, и науку, и прогресс, и технологии. Тут вообще, в принципе, да, окей. Допустим, мы сейчас не будем спорить с тем, что наука создает технологии. Вы что? Ну, это уже длинный спор, да? Ну, окей. А сами технологии по себе, насколько они ведут к более мирному и устойчивому будущему? Интересный вопрос, да? Вот мы уже которое столетие, уже второе столетие, ну, не полностью второе столетие, ну, можно считать, что с изобретения ядерной бомбы еще и столетие-то не прошло, на самом деле. Но мы, короче, вот целый век, целый век мы паримся, что у нас там ядерная война, ядерная зима, какое-то ядерное сдерживание долгое время было, ну, и сейчас оно тоже якобы есть, но сейчас как бы такой, опять же, тяжелый период политический. И все вокруг как бы боятся, а вдруг сейчас бахнет, короче, а вдруг кто-то кого-то разнесет, а вдруг мы все умрем, соответственно, ну, такое может быть, да, мы можем все умереть. Из-за технологий появляется более совершенное оружие, которое может убивать большее количество людей. Сам по себе этот прогресс не ведет к какому-то смягчению населения, да, как такового. Хотя вот люди стали вроде бы образованными, по крайней мере массово образованными, но все равно вот в эпоху продвижения образования у нас также идет и некоторая корреляция с тем, что у нас там и Вторая мировая война, отчасти может быть и Первая мировая война, а потом Вторая мировая война, а потом Холодная война, сейчас куча разных конфликтов. Я не скажу, что количество конфликтов прям буквально растет, но я не скажу, что оно прям радикально как-то уменьшается, и все это как будто бы происходит параллельно, может быть, даже корреляцию какую-то можно обнаружить, с развитием, собственно, технологий. Ну и, конечно, потенциальная возможность того, что вот в любую секунду можно очнуться, проснуться и быть зараженным ядерным каким-то излучением, потому что кто-то бахнул ядерной ракетой рядом с твоим домом, например, да, ну не рядом, но где-то вот далеко от бахнул, а тебя вот до сих пор еще от этого уничтожают. Ну, знаете, такое себе, честно говоря, впечатление. Так что, мне кажется, возможно, большое количество сюжетов с прогрессом и без прогресса, где прогресс ведет к тотальному хаосу, аду, смерти, убийству и всему остальному, ведь не зря же все же даже Эйнштейн, да, давайте к авторитетам сайентистов обратимся, даже Эйнштейн показывал, что наш рост технического прогресса идет быстрее, чем рост этического прогресса. То есть мы этически медленнее прогрессируем, вообще непонятно, прогрессируем ли, чем технически. То есть у нас уже есть такие технологии, которые позволяют уничтожать целые города, но при этом у нас нет такой этики, которая нам бы мешала делать это, по сути. Карл Саган был одним из самых известных приверженцев научного скептицизма. Он считал, что скептицизм — это основа для объективного понимания мира и важнейший метод защиты от заблуждений и обмана. Ну, вы знаете, научный скептицизм греховен, ну, потому что научный скептицизм, он как бы открывает нам площадку для того, чтобы мы имели возможность рассуждать о тех формах скептицизма, которые так или иначе совмещаются с догматизмом. Вот. Ну, вообще есть такое словосочетание, как христианский скептицизм. Наверное, можно было бы ввести такое словосочетание, как буддийский скептицизм, да и исламский скептицизм. Да, я сомневаюсь во всем, кроме ислама. Ну, так же и ученый, научный скептик. Он сомневается во всем, ну, кроме науки. Ну, кроме науки. Кроме науки, во всем сомневаюсь. Видите, только научные методы работают, а все остальное не работает. Как бы. То есть, вот этот неполный скептицизм, он непонятно, почему он вообще скептицизм. Непонятно, в чем скептицизм конкретно научных скептиков превосходит, например, скептицизм христианских скептиков. Неочевидно. По крайней мере, это неочевидно, да. Ну, и введение подобных понятий, на мой взгляд, уже в какой-то степени стирает грани скептицизма, так скажем, да. И не дает нам возможности отличить настоящий скептицизм от догматизма. И это грустно, на самом деле. Притом, тот же Рассел тоже глупость в свое время совершил, назвав абсолютный скептицизм догматичным скептицизмом. Мол, догматично сомневаться во всем, потому что, я так сказал, по сути, да, вот он считал, что сомневаться во всем догматично, что как будто бы догма какая-то это заставляет делать. Я, честно говоря, не разделяю такой подход, очевидно, и никто из скептиков его не разделял. И Рассел это буквально из головы своей собственной выдумал. Ни на чем это не основывая, соответственно. Ну да ладно. Ну и так же парадоксально, смотрите, он считал, что скептицизм – это основа для объективного понимания мира. Скептицизм, который представляет собой, собственно, сомнение, собственно, организованное сомнение, внезапно оказывается методом объективного познания мира. С чего бы? И важнейший метод защиты от заблуждений и обмана. Ну, окей, здесь еще пойдет куда-то. Его подход к скептицизму базировался на следующих принципах. Научный метод как инструмент проверки истины. Очень скептично. Инструменты проверки истины. Саган утверждал, что научный метод – это лучший способ поделить истину от вымысла. А что за научный метод, кстати? Фальсифицируемость там, я не знаю, что он имеет в виду под научным методом. Просто если мы посмотрим на разные науки, там окажутся очень разные методы. Вопрос. Какие из этих методов специфически научные, а какие свойственны только отдельным дисциплинам? Вот сразу же. Первый вопрос на засыпку. Фальсифицируемость. Если фальсифицируемость – это главный метод, который определяет науку, ну тогда научными остаются только теоретические дисциплины. Только теоретические дисциплины. Вся практика прикладчина – это уже не наука сразу. Да, математика, кстати, тоже не наука. Да и большинство, вообще почти все гуманитарные дисциплины – не науки. Но вы, в общем-то, понимаете, господа. Так, прошу прощения. То есть фальсифицируемость как подход, он прикольный для меня как для критика. То есть мне удобно критиковать фальсификационистов. Это с одной стороны. А с другой стороны, это крайне неудобный подход для того, чтобы отстаивать науку. И что самое главное, непонятно, как именно фальсифицируемые теории дают нам практику. Если научный метод – это равно создание фальсифицируемых теорий и их опровержение, ну окей, допустим, там дальше немножко про это будет, то каким образом мы непосредственно практику из этого создаем. Не до конца понятно, правда. Ну ладно. В общем, проверяем истину с помощью научного метода. Дальше у него есть текст «Набор для обнаружения лжи». Саган разработал набор правил, помогающих выявлять псевдонаучные утверждения и логические ошибки. Это «Набор для обнаружения лжи», включая такие методы, как проверка источников, анализ логики аргументов, внимание к проверяемости и фальсифицируемости. Гипотез, гипотез, гипотез. О, гениально. Саган советовал использовать эти инструменты при оценке любой информации. Кстати, мне тут еще кажется, относительно фальсифицируемости есть одна фундаментальная проблема. Фальсифицировать, по сути, чисто технически можно только теорию. При этом любое убеждение, которое выражено в виде некой гипотезы, то есть некой простой формулировки, допустим, может быть поставлено в область такой своеобразной фальсифицируемостью. Мы можем фальсифицировать любую теорию, при желании. Если гипотеза, любую гипотезу можно фальсифицировать, переведя ее в разряд фальсифицируемых теорий. Вот так вот. Ну, например, вера в Бога. Проверка веры в Бога. Давайте, если я захожу в храм, если я захожу в храм, молюсь, и я слышу голос Господа, значит Господь Бог есть. Ну, нет. Короче, нет. Мы не знаем, есть он или нет. Мы оставляем это сомнительным. Да, то есть, окей. Если же я захожу в храм, молюсь и не слышу голоса Господа, я фальсифицировал его бытие в рамках той моей теории, которая существует. Допустим, согласно моей теории бытия Господа Бога, из этой теории напрямую следует, что если я приду в храм, помолюсь и услышу голос Господа, то, ну, соответственно, если он есть, то может быть все что угодно. Может там дьявол со мной разговаривает, злокозненный демон, может быть там черный лебедь со мной говорит, да, все такое. А может быть и Бог. Но если никто со мной не говорит, значит Бога в рамках той теории, которую я имею, не существует. Мы можем придумать другую теорию Бога, тоже фальсифицируемую, или не фальсифицируемую, в зависимости от того, как захотим. И мы можем придумать бесконечное количество таких теорий, что самое главное. Гипотеза будет одна, и из одной гипотезы будет следовать бесконечное количество фальсифицируемых и не фальсифицируемых теорий. Ну да ладно. В общем, вот этот критерий фальсифицируемости, как мне кажется, является довольно уязвимым сам по себе, и любая гипотеза потенциально фальсифицируема. Критическое мышление и борьба с предрассудками. Саган выступал против предрассудков, суеверий и псевдонауки, считая, что они затуманивают человеческое понимание и способствуют заблуждениям. Он подчеркивал, что без критического мышления легко попасть под влияние дезинформации. Саган был особенно обеспокоен распространением псевдонауки в средствах массовой информации, так как считал, что это подрывает способности, способность общества, к рациональному мышлению. Ну, окей. Кстати, наоборот, мне кажется. Распространение псевдонауки в средствах массовой информации почему подрывает? А почему подрывает? Кажется, как будто бы наоборот. Для того, чтобы иметь критическое мышление, нужно что-то критиковать, наверное. Ну, так вот условно. Совсем абстрактно, скажем. Если вам нечто... Это как вот прививка работает. Вот прививка. Вам вводят слабую дозу... Слабую дозу бактерий. Тут то же самое. Вам вводят некоторую дозу предрассудков, и вы им сопротивляетесь. Если вы вообще не будете получать никакие предрассудки, вы будете просто научным зомби, понимаете? Вы прям вообще совсем научным зомби будете. Если вы и так... Большинство сайентистов — это научные зомби, которые... Наука! Наука! Я люблю науку! Наука эффективна! Научные зомби, так называемые, будут у нас, да? Которые просто вот зомбированы наукой. Их и так много. Но если их лишить вообще любой информации об альтернативных точках зрения, только вот научной, как они критическое мышление выработают? Хоть в каком-то виде, хоть в каком-то определении. Как это критическое мышление сформулируется? Вообще, в принципе, не понятно. Мне непонятно, господа. Мне это непонятно. Так вот. А ведь действительно, а ведь действительно, вот как? Вот что с этим делать? Вот что с этим делать? Соответственно. Соответственно. Мы в данном случае должны, наверное, признать, что и здесь Карл Саган был неправ. Потому что распространение дезинформации в средствах массовой информации и распространение фейков и распространение всякой псевдонауки это то, что наоборот, скорее всего, позитивно влияет на критическое мышление, потому что просто появляется в поле зрения человека некий потенциальный объект критики. Некоторые люди не могут критиковать эти объекты критики. Допустим, да, вот, ну, у них не проявляется это критическое мышление. А некоторые могут. Ну, просто те, кто могут, у них не было бы прецедентов, в котором они могли бы это критическое мышление, так называемое, в какой бы вариации определений мы бы это не обозначили, его для себя как бы открыть, так скажем. И в этом плане, мне кажется, что Карл Саган глубочайше ошибается. Опять же, когда мы получаем фейки, когда мы получаем фейки от, условно, правительства, которое нам ложные новости какие-нибудь несет, мы учимся, умные люди учатся понимать, что так, стоп, тут что-то не так. Вот эта газета говорит одно, но она либеральная. Вот эта газета говорит другое, но она проправительственная. Так, либо неправ один, либо неправ другой, либо неправы оба. Ну, либо у каждого есть доля своей правды, ну, это уже не совсем по логике будет, но вы понимаете, да. Так, две противоречащие друг другу, два противоречащих другу информационных источника есть у нас. Окей. Ну, давайте подумаем теперь об этом. Давайте подумаем об этом. Какой из источников является интересней, допустим? Вот тут начинается разбор. Если бы у нас был только верный источник, истинный, славный, прекрасный, замечательный, что бы мы делали? Мы просто ему верили, скорее всего, да? О, наука нам говорит, священная, великая, замечательная, потрясающая, как же это хорошо. И мы были бы в этом не правы. Мы бы сразу же, мы были бы не правы в том плане, что, окей, ну, наука нам говорит хорошо, правильно один раз, второй раз, третий, четвертый, пятый, десятый, но на десятом она жестко, допустим, обсирается. А у нас нету прецедентов, когда мы до этого применяли критическое мышление, потому что никакой дезинформации не было. Ну, или, например, опять же, какая-нибудь правительственная СМИ несет какую-то чепуху, ну, нет, несло все свое время истину, правду в абсолюте, и мы ему верили, и вдруг на десятый раз оно нам резко врет в очень важном моменте. И мы это уже не заподозрим, скорее всего, просто потому что, ну, десять предыдущих раз нам говорили правду, а на десятый раз нам соврали. И прецедентов проверки в предыдущий раз у нас тоже не было, потому что, а что проверять, вроде всегда правду говорит, этот раз правду. Я даже, вот здесь я даже проверил, и тут правда была, и тут правда, и тут правда. Ну, что, дальше верим, ну, все, все сходится. Как бы, да, ослабляем свою бдительность, проявляем свое доверие там, где его можно было бы не проявлять. И, скорее всего, даже нужно было бы не проявлять. И с наукой это работает приблизительно так же. То есть Карл Саган здесь выступает в роли такого своеобразного, получается, однобокого миссионера, который смотрит на мир со своей научной колокольни и осуждает другие колокольни автоматически, просто за их даже существование, и считает, что, видимо, их надо максимально прикрыть закрытием рты, чтобы они не выступали в средствах массовой информации обязательно, чтобы только наука была представлена в средствах массовой информации, в образовании, везде, везде, везде. Это крайне догматичный подход, и в каком-то смысле он очень слабо стимулирует людей на интеллектуальное сопротивление, на конкуренцию, на противостояние, интеллектуальное противостояние друг к другу, что тоже важно, да? И вот этот момент, на мой взгляд, очень сильно забывается, когда речь касается непосредственно науки. А уж все-таки наука, на мой взгляд, опять же, я антисиентист, критик науки, но при этом я к науке отношусь позитивно довольно-таки. Да, наука — это одно из самых великих философских учений за всю историю человечества, одно из самых больших в итоге учений и подходов, это подходы, набор подходов, подходы, философия, подход к познанию, как мы там его не обозначим, да? В любом случае, это что-то, это нечто такое большое, колоссальное, мощное, распространенное и показывающее нам, до чего потенциально могли бы добраться многие другие философские школы, например, да? Но не добрались по тем или иным историческим, и не только причинам. Но наука — это все-таки в каком-то смысле современный чемпион для меня, да? Это современный чемпион, это что-то довольно сильное. Но я как человек, который как раз требует альтернатив, ну, для меня кажется, если науку полностью лишить какого-либо сопротивления мирового, лишить религий, лишить философии как того, что науку критикует, сопротивляется ей, пытается ее осмыслить, даже иногда супротив воли самих ученых, лишить науку, в кавычках, псевдонауки, которая тоже сражается с этой самой наукой, противостоит ей, пытается отстоять свою правду. Мы окажемся в очень грустной ситуации по типу нового средневековья. Вот термин я часто употребляю, у меня даже роман есть «новое средневековье». Мы окажемся в новом средневековье, когда управлять всем будет только один дискурс, только одна парадигма. И это очень сильно сузит наш культурный диапазон. Это очень сильно ограничит наше мышление. Неважно, там, критическое, не критическое. Для меня это все. Но слово «критическое мышление» словосочетание для меня, по сути, ничего не значит. Просто потому, что это очередное слово, которое имеет несколько значений, и люди очень часто по-разному его понимают. И очень разные параметры у критического мышления, очень разные непосредственно методы лежат за так называемый миф в разными формами критического мышления. Начиная от Юи, который это критическое мышление постулировал, там одна методология. Заканчивая какими современными теоретиками, которые занимаются критическим мышлением, и у них там совершенно другая методология того, что такое критическое мышление, которое иногда подразумевает скептицизм, которое иногда подразумевает как раз признание авторитета науки, которое иногда подразумевает какую-то вот определенную форму анализа за собой. Ну, нужен какой-то анализ за всем этим, допустим. Окей. Скромность в подходе к познанию. Саган говорил о важности смирения перед лицом неизвестного. Скептицизм, по его мнению, требует признания того, что мы не знаем всех ответов. Он подчеркивал, что научный скептик всегда должен быть готов посмотреть свои убеждения, пересмотреть свои убеждения, если появятся новые убедительные доказательства. Ну, так это не скептицизм. Даже можно более того сказать, многие верующие, они скромные в познании, потому что они вроде бы верят в Бога, но не знают, можно ли как-то достоверно узнать о том, что Он есть. Большинство верующих не думают, что можно познать Бога как такового, мол, взять и узнать, что это за Бог, из чего Он состоит, как Он выглядит, ну, вообще, выглядит ли Он как-то, в принципе, да, и так далее, так далее, так далее. Вообще, в христианстве, в таком смысле, тоже очень много людей скромных в подходе к познанию, потому что, ну, Бог, Он вроде бы и есть, а вроде бы его и можно только аподектически определить, собственно. Стоп, аподектически? Катафатическое богословие и аподектическое вроде бы, если я не заблуждаюсь. Я слова мог забыть на данный момент. Так вот, ну, как вы понимаете, христиане тоже скромные, значит, они тоже скептики. Получается, да, получается, вот, огромная армада христианских скептиков, дефис-агностиков, которые не верят в то, что они могут познать бытие Бога, но они как бы верят в то, что Он есть, ну, как будто бы даже и знают, но при этом доказать этого не могут, и отлично понимают, что не могут этого доказать, что самое главное, и все равно продолжают верить. Таких христиан, особенно среди христиан-интеллектуалей, очень много. Как-то так. Получается, они все скептики. На том же самом основании, на котором научные скептики являются скептиками. Если куча народа признает, что мы не знаем всех ответов, христиане признают, что мы не знаем всех ответов, Бог не дал нам все ответы. Да, Бог есть, но вот Он не дал нам все ответы, и даже Его самого мы познать, по сути, не можем. Как-то так. Христианские скептики. Что? Лол, что? Ну да, вот, христианские скептики получаются. Поэтому я говорю, что такой подход к определению скептицизма является абсолютно недееспособным. Он не работает. Можно слишком большое количество групп людей внести в список скептиков. А если в кавычках каждый человек скептик, ну или хотя бы очень большое количество людей скептики, то какой смысл тогда в этом термине? Ну, что он тогда определяет? Это как у Поппера было, все люди философы. А если все люди философы, то зачем нам тогда слово... ну, зачем нам слово философ? Если философ, по сути, и есть человек. Странно. Ну, ученые должны нести ответственность. Для Карла Сагана скептицизм был не просто методом, а образом мышления, который побуждает искать истину, подвергать сомнению непроверенные утверждения и не принимать ничего на веру. Ну, давайте попробуем еще покрутиться вокруг этой темы карла-сагановского скептицизма. Ну, прежде всего, в его книге «Мир, полный демонов. Наука, как свеча во тьме». Господи, да. «Луч света в темном царстве». Тут сразу же просто заметим, что внутри названия скрыто тотальное идолопоклонничество, священное. Священное. Вот когда вы говорите, почему наука – религия? Ну, потому что есть очень большое количество людей, которые относятся к ней как к чему-то священному. Как есть свет, есть тьма. Есть мракобесие, ну, получается, есть светлая сторона, наука – свет, наука – сила. Наука – это что-то вот воодушевляющее, такое «ух, какое прекрасное, замечательное, наука дарует нам блага» и так далее. Из космоса нам прилетают компьютеры, и мы такие «спасибо тебе, наука», да. Ну, такая вот светлая, позитивная, такая хорошая. И такие сразу слово «наука» произносишь, и на душе светло становится. Это религиозная тема. Ну, это очень религиозная тема. Если мы углубимся в религиозную феноменологию, будем пытаться анализировать ощущения вот тех самых ученых, которые вот такие вещи говорят и думают, ученых, сиентистов и всех остальных адептов науки, да, и те ощущения, которые чувствуют верующие, мы найдем очень много схожего. Если мы применим этот феноменологический подход, мы обнаружим очень много схожего вот в таком миронастроении. И вот в этом названии, в названии этого текста «Мир, полный демонов, наука, как свеча во тьме» как раз заложен вот этот элемент святости, по сути, святости науки. Наука свята. Да, она не метафизична, она не есть бог, но это есть что-то общее, сильное, мощное, такое обобщающее. Непонятно, что, понятное дело, но вот оно есть, и оно несет нам блага, соответственно. И поскольку оно несет нам блага, мы такие, ой, какая же наука замечательная, как же она нам по жизни-то помогает, как же вот наука, она прекрасна, и мы наделяем науку какими-то свойствами, не то чтобы которыми она не обладает, мы в принципе не знаем, какими свойствами обладает наука, потому что у нас четкого определения науки до сих пор нету. Но мы все равно ей поклоняемся, радуемся, и вот она свет в темном царстве, вот свеча горячая вот в этом царстве тьмы, мрака, безумия и глупости. А все остальное это мрак, тьма, зло, абскурантизм, мракобесие. Это очень религиозный подход. Не просто религиозный, это очень христианский подход. В конечном итоге это действительно очень сильно роднит современных саентистов, не просто с какими-то религиозными людьми абстрактными, а конкретно с христианами. Ну и неудивительно, все-таки генеалогическое христианство и саентизм наука тесно связаны, исторически тесно связаны. И первые ученые это во многом богословы, аббаты, монахи, священнослужители разного рода. Это люди, образованные в области теологии почти всегда. То есть вот-вот-то вот такое. То есть неудивительно, что здесь есть некое родовое сходство очень серьезное. И ввиду этого говорить про таких людей, как Карл Саган, которые дико воодушевлены наукой, ждут от нее каких-то космических благ, вдохновляются ее потрясающей невероятной эффективностью, что в этом есть... Ну если это уже не религия, но в ней есть элементы религии, ну безусловно можно. На феномологическом уровне мы наблюдаем ряд таких вот элементов в этом мироощущении, которые очень близки к религиозным. И это бесспорно. Другой вопрос, можем ли мы это называть религией, потому что у религии много разных определений. Вот этот вопрос здесь будет стоять. Но то, что мы эти ощущения замечаем, да, и у Карла Сагана они точно есть, и Карл Саган один из таких фундаментальнейших пропагандистов именно этого мира ощущения, чтобы вы понимали. В общем, важно критиковать псевдонауку для него. Да, обнаружение лжи, понятное дело, мы эту книжку тоже скоро разберем. Проверку достоверности источника надо проводить. Задайтесь вопросом, откуда поступила информация, надежен ли источник. Источник должен быть заслуживающим доверия, опытным в теме и открытым для проверки. Настоящий эксперт, как правило, будет готов к проверке своих идей и к открытому обсуждению своих доводов. Какая наивная все-таки штука. Вообще, в принципе, опять же, если мы посмотрим на этот самый научный метод, мы обнаружим вот эту, знаете, тотальную наивность, доверчивость к человеку и человечеству, что в итоге нас приводит к кризису перепроизводства внутри науки, который признают уже ученые даже сами. Оказывается, есть огромное количество ученых, которые готовы нарушать правила, потому что от этого зависит их благосостояние, их должность, их социальный статус, авторитет. То есть иногда приходится обманывать, потому что ты не можешь там печатать условно пять скопусовских статей в год, например. Ну не можешь ты просто взять и пять экспериментов провести, и чтобы все это работало, и чтобы все это было классно. Но индекс Хиршета должен расти, и ты должен работать в хорошем вузе, и ты должен быть известным преподавателем, чтобы иметь доступ к известным другим преподавателям, чтобы вы друг друга все вместе цитировали, чтобы в одном каком-то котле варились, и чтобы вы друг друга как бы уважали, и у вас было какое-то коллегиальное совмещение, мне кажется, здесь тесно, тесное переплетение той системы научной, которая в мире существует, ну и в России, которая была, с кризисом перепроизводства статей, когда мы не можем проверять статьи, которые имеются, и мы, в принципе, ученые посчитали, сами ученые посчитали, не я, по некоторым исследованиям, что процентов 40-50 из всего списка статей, которые есть, они ложные. То есть они несут заведомо ложную информацию. По тем или иным причинам. Иногда это плохо проведенные исследования. Иногда. Иногда это, ну не просто плохо проведенные исследования, иногда это намеренный подлог, иногда отсутствие эксперимента за работой, где написано, что эксперимент есть, но его нету. Вот к чему это приводит, в конце концов. Было оказано ученым очень большое количество доверия. Отсюда и возникла проблема. Люди начали пользоваться этим доверием. Их трудно не понять в данном случае, потому что наука — это высокооплачиваемая работа. В развитых странах мира научная работа в среднем высокооплачиваемая. Ну, ввиду этого, конечно же, надо, надо, надо учитывать возможность обмана. Конечно же. Проверка достоверности источника, мы это обсудили. Поиск независимых подтверждений. Один из самых надежных способов проверки информации — это поиск независимых подтверждений. Если кто-то заявляет что-то значительное, это утверждение должно быть подтверждено исследованиями или свидетельствами других независимых источников. А наука является независимым источником? У меня сразу возникает вопрос. А почему мы считаем, что наука является независимым источником? И независимым от чего? Сразу же, да, то есть, ну, наука зависима от натурализма, на мой взгляд. Буквально, да, то есть, мы не можем изъять из науки натурализм. И наук, в рамках науки те или иные утверждения делаются в контексте натурализма. И по-другому, судя по всему, никак. На данный момент, по крайней мере, точно. Наука натуралистична. Все, мы приняли это. Окей, фальсификация тоже. Можно ли сделать что-то вне зависимости от фальсификации, метода фальсифицируемости и всего остального? Ну, в рамках науки кажется, что нет. А можно ли независимо от бритвы Оккома существовать? Нет, зависимо. Почему-то зависимо. Обязательно надо к бритву Оккома, да, здесь приплести будет. Как быть-то тогда? Как тогда быть-то? Ну, ладно. Поощрение дебатов по фактам, друзья. Поощряем дебаты по фактам. Вы поощряете дебаты по фактам? Я поощряю дебаты по фактам. Дискуссия, критическое обсуждение – важные элементы поиска истины. Ну, это тоже наивность. Я, честно говоря, на самом деле не считаю, что дебаты, дискуссии, критические обсуждения хоть как-то приближают нас к истине. Вообще есть неиронично серьезный шанс на то, что вообще, в принципе, в словах невозможно выразить никакую истину. И, как говорил тот же самый Пуанкаре, то, что все наши теории и представления – это просто следствие наших конвенций. Да, иногда очень полезных конвенций, иногда хороших конвенций, но вот к истине, к реальности они никакого отношения не имеют. Вопрос, насколько наши речи могут иметь отношение к реальности – это интересный вопрос для эпистемологии, теории познания, гносеологии, вы поняли. Одно и то же сказал три раза практически. Ну, и он пишет, будьте внимательны к логическим ошибкам. Первая ошибка – это Эдхоминем. Нападение на личность, не на доводы. Плевать. Ну, в принципе, какая разница? Какая разница? Самое главное, чтобы помимо Эдхоминема было что-то еще. Просто Эдхоминема сам по себе не может считаться аргументом, ну, типа, ну, ты лох. Ты не прав, потому что ты лох. И что? А вот если ты не прав, потому что ты лох, но, да, как бы, но посылка номер один, там, я не знаю, мир состоит из атомов. Если мир, вторая посылка номер два, лучше их переставить, конечно. Если мир состоит из атомов, там, я не знаю, то мир можно, там, разделить как-нибудь, я не знаю, окей. Мир можно разделить. Например, окей. Одно делает, когда у тебя, соответственно, просто Эдхоминем голый, а другое дело, когда у тебя Эдхоминем, а потом, независимо от Эдхоминема, какой-нибудь набор, в общем-то, позиций выложен. Аргумент к авторитету. Принятие чего-либо как истины только потому, что об этом говорит авторитетный человек. А в науке это так и работает. Ну, какая-то группа авторитетных людей, какая-то коллегия или даже какой-то отдельный человек или отдельные статьи, материалы, какой-то мета-анализ авторитетный, вот, проведенный, мы говорим, что вот это так, потому что вот авторитет вот этого вот так вот утверждает. Вы можете сказать, вот, есть разделение на эпистемические и не эпистемические авторитеты, да, но какая разница? Я, честно говоря, не вижу какой-то разницы, что в одном случае авторитет, что в другом случае авторитет, что один человек авторитет, что группа людей авторитеты. В науке просто авторитет в среднем групповой. И даже с Гейминем Эйнштейном стоит огромное количество разных специалистов, которые его авторитет так или иначе тоже поддержат, да, получается. Мне кажется, обойтись без апелляции к авторитету в какой-либо дискуссии вообще практически невозможно, если вы не спорите о чем-то предельно простом. Ну, так или иначе, вы будете апеллировать к какому-нибудь, может быть, абстрактному авторитету, к авторитету науки. Вот в науке говорится, что... Это все равно апелляция к авторитету, в прямом смысле этого слова. Вы апеллируете к авторитету науки. При этом не показывая, не доказывая, не рассказывая окончательно. И во многих случаях вы не можете этого сделать, раскрыть окончательно какую-то тему, показать, рассказать и все такое. Да ведь даже для себя вы часто не можете ничего этого раскрыть. Чаще всего все ваши позиции по поводу того, как что-то в науке устроено, каков мир, какие законы природы и все остальное строятся на авторитете учебников, материалов, учебных инстанций, ваших преподавателей, вообще в целом науки и так далее, так далее, так далее. Проблема заключается в том, что почти все наше мировоззрение, даже мировоззрение этих критически мыслящих людей строится на авторитете. Карл Саган даже, скорее всего, в космологии не знал всего, и он верил в авторитет вот тех людей, которые это исследуют. Он верил, он доверял им, он доверял этим людям. Он доверял их авторитетности, он доверял их специалитету, он доверял тому, что они правильно все исследуют. Ну это же наивно, ну это же просто, ну это же примитивно, ну это же ошибка логическая. Вот здесь написано логическая ошибка, вот он верит. Но нет, ученые скажут, это другое, это другое, у нас научное доверенное сообщество. Мы все такие классные, умные, хорошие, а что мешает сделать то же самое в сообществе верующих? Вот мы крутые теологи, мы друг другу доверяем, и вот протеерей Еремей какой-нибудь условный, да, похоже на издевательство, но я осуждаю, не обижайтесь верующие. Вот протеерей Еремей какой-нибудь, да, внезапный. Вот он про Библию все пишет правильно, вот он цитирует дословно, и он вообще весь такой молодец, и он заслуживает нашего доверия. Вот почему бы его не послушать и в этот раз, и в следующий, и в другой раз. А вот другие его коллеги тоже говорят, что он молодец, и куча коллег разных протеереев вместе собираются, исследуют Библию, и говорят дельные вещи по Библии, и не только, там по жизни хорошие советы, допустим, дают, и их советы всегда работают в вашей жизни, допустим, хорошие, позитивные, добрые советы. Чего бы их не слушать, этих умных, авторитетных, замечательных людей, ну, нет, это другое, нет, это другое, как бы, да, только принципиальная разница мне, например, непонятно. Ну, нет, конечно, конечно, ученых больше, их авторитет оказывается ввиду этого такого массива более в каком-то смысле основательным, но это тот же самый авторитет. Отличие между авторитетом, условно, одного человечка, рандомного дядьки, там, Александра Шадова, какой-нибудь группы протеереев, теологов и ученых исключителя в масштабах. Все, то есть, в одном случае мы, там, считаем авторитетом, допустим, одного человека, допустим, Александра Шадова, во втором случае мы считаем некоторую группу людей, состоящую, там, из ста тысячи, двух тысяч человек, я не знаю, сколько там хороших профессиональных теологов, ну, сотни тысяч, допустим. А с другой стороны, миллионы ученых. Да, то есть, масштабы возрастают, но это тоже тот же самый авторитет. Ошибка соломенного чучела, ну, это, да, это грубая ошибка. Соломенное чучело, это грубая ошибка, только проблема заключается в том, что сам Карл Саган, когда описывает абсолютный скептицизм и пытается его раскритиковать, допускает ошибку соломенное чучело. И этого не замечает. И вообще, большинство сайентистов, вот этих вот замечательных всех научпоперов, они постоянно спекулируют ошибкой соломенное чучело, потому что не понимают позиции своих оппонентов и даже не хотят их понимать, ну, потому что, ну, у нас тут свеча, она ярко горит, она красивая, она светлая, у вас тьма, у вас мрак. Вы все недостойны разбора, вы ничтожны. Я вот наукой занимаюсь лично, я там Александр Панчин, я Станислав Дорбышевский, я, мы, соответственно, Ричард Докинс, я, мы, Карл Саган, я, мы, Пол Курц, мы занимаемся настоящей наукой, а вот вы все каким-то дерьмом занимаетесь, которое не заслуживает нашего подробного изучения для того, чтобы это даже раскритиковать. Вот. И отсюда появляется постоянное соломенное чучело. То есть человек не знает, что он критикует. И даже когда он ставит какие-то эксперименты, опыты для того, чтобы это опровергнуть, дефис проверить, он все равно не знает, что он проверяет и опровергает. И поэтому, опять же, да, проверка соломенного чучела или опровержение соломенного чучела нам ровным счетом ничего не дает. Ложная дихотомия. Представление ситуации как выбора из двух альтернатив. Ну, вы поняли. Неправильная причина-следственная связь. Требование проверяемости и фальсифицируемости. Ну, мы про фальсифицируемость уже поговорили. Опять же, как мне кажется, фальсифицируемость это такой элемент, который очень сильно переоценивается учеными. Я уже обозначил причины, да, потому что, ну, любую гипотезу можно представить в виде бесконечного количества фальсифицируемых теорий. Вы можете сказать, Шадов, с чего ты взял, что бесконечного количества? Ну, согласен, окей. Наверное, бесконечное количество я немножко переборщил. То есть немножко, совсем чуть-чуть переборщил. Неизвестного количества фальсифицируемых теорий. Огромного количества. Колоссального количества фальсифицируемых теорий. И не фальсифицируемых теорий. Каждую гипотезу можно представить в виде как будто бы большого, допустим, слова неограниченного. Потому что как будто бы мы всегда можем немножко теорию усложнить. Как будто бы всегда мы можем немножко разные элементы переставить. и получить уже из этого новую теорию, сохраняя старую гипотезу. Ну и ввиду этого оказывается, ну окей, мы можем фальсифицировать любую гипотезу бесконечно до тех пор, например, пока она не начнет давать предсказуемые результаты. И я, честно говоря, считаю, что наука именно так и работает. То есть мы забрали огромный пул гигантский разных теорий, потом некоторые теории более-менее нормально себя начали показывать, то есть они не опровергались сразу, и конкретно эти теории, которые популяризировались, такие как теория эволюции, мы просто довели до ума, ну фальсифицируя, 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 немножко теорию как-то вот так вот меняя, 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 пока мы ее не откалибровали до того состояния, пока она не стала предсказывать все, что угодно. У меня такое впечатление, что такое можно провести с практически любой гипотезой. Ну просто у нас имеются единичные образцы, когда у нас это получилось, например, с теорией эволюции. Вот. Например, с теорией относительности Эйнштейна то же самое приблизительно получилось. Да, все же всякая теория — это не просто то, что выдумывается из ничего, это то, что очень долго калибруется, очень долго обрабатывается, очень долго подстраивается под имеющиеся факты, под имеющиеся эксперименты, и даже если теория проваливается, то есть опровергается в том или ином эксперименте, можно предложить еще ряд теорий, которые не опровергнутся этим экспериментом, Но при этом Будут фальсифицируемы для других экспериментов Но опять же, это такой длительный Бесконечный процесс И фальсифицируемость, на мой взгляд Ничем не лучше, чем не фальсифицируемость Потому что если уж мы не с бесконечностью Сталкиваемся, допустим, мы сталкиваемся не с бесконечностью Мы сталкиваемся с колоссальной Прорвой потенциальных теорий Фальсифицируемых Ну и дальше простота утверждений Бритва Акама, ну, кто бы сомневался В том, что Карл Саган будет придерживаться Бритва Акама Знаете, мои претензии, говорит Виакам, вы тоже знаете, да Если истинная реальность потенциально находится на том где-то углу сложности Если она очень сложна, вот та сторона сложности Вот у нас здесь мы на начальном уровне сложности находимся И мы от простого к сложному двигаемся И вот есть такая огромная почти бесконечная линия Если вот в этой почти бесконечной линии истина Она находится на уровне где-то такой вот максимальной сложности Вот здесь вот, да Ну, мы никогда просто до истины не доберемся. А заранее узнать, где находится эта самая истина, мы не можем, поэтому непонятно, выбирать нам бритва окома, не выбирать бритва окома. Бритва окома, она является хорошим или нехорошим методом в зависимости от того, где находится истина. Она находится ближе к простому или ближе к сложному? Если она находится ближе к сложному, и может быть все, что угодно, ну, простите, ну, простите, все тогда плохо. Ну и, конечно, нужно быть готовым к признанию своих ошибок. Если вы ученый, это очень важно. Мир как свеча, господа. Мы вокруг демоны. Вокруг демоны и есть только мы. Научная инквизиция. Это флер научной инквизиции. Это, конечно, тоже забавно. Его даже Панчин же высмеивает, этот флер научной инквизиции. Мол, он это сайнсквизитор, как-то вот он себя называет. Он юмористически, якобы, он не занимается никакой. Ну, вы понимаете, инквизиции. Хотя, на самом деле, занимается. Это мы тоже можем как-нибудь разобрать. Вот. Ну, в общем, Карл Саган в своей вот этой книжке выступает за то, что вот у нас есть опасность псевдонауки и суеверий. Значение науки и научного метода определенно велико для Карла Сагана, очевидно. Он выступает за, в кавычках, скептицизм и критическое мышление. Мы, опять же, понимаем, что за скептицизм. За обоснованность утверждений и чрезвычайные доказательства. Чрезвычайные утверждения требуются чрезвычайных доказательств. Это вот он. Это вот его фраза известная. Ну, я бы просто, например, задался, как абсолютный скептик, ну, или на месте какого-нибудь агностика, вопросом в духе, а вообще возможно ли какие-либо доказательства. И какие утверждения на основании чего считаются чрезвычайными. Вот, например, теория эволюции, она чрезвычайна или нет? Миллиарды лет существования, развития жизни предсказываются этой невероятной теорией. Охватывается просто колоссальный набор всего чего угодно. Фантастика как будто бы, да? Что-то невероятное такое, прям, знаете, невероятное, сложное, неоднозначное. Нужны ли здесь чрезвычайные доказательства, или это другое? Или только конкретные утверждения требуют чрезвычайных доказательств? То есть те утверждения, которые не нравятся Карлу Сагану, требуют чрезвычайных доказательств. Это уже совсем как-то, да? Ну, так себе, согласитесь. Вот, мол, вот мои научные утверждения, убеждения, которые у меня есть, они не требуют чрезвычайных доказательств. Мы там просто фальсифицируем, и пока они фальсифицируются, мы уверены в том, что мы правы, и нам все нравится. Но! 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 Но если вдруг внезапно мы такие сталкиваемся с теориями, которые нам не нравятся, с теориями симуляций, с божественными разными представлениями, все, нужны чрезвычайные доказательства, вы должны нам дать чрезвычайные доказательства, потому что я так хочу. Перекидывание бремени доказательства мне не кажется, в принципе, достойным занятием. Когда люди занимаются перекидыванием бремени доказательства, они просто признаются в том, что они не могут доказать свою позицию и хотят сделать так, чтобы их оппонент ее доказывал. Мне кажется, это очень-очень-очень ущербная практика перекидывания бремени доказательства, которая очень сильно тормозит беседу, дискуссию. И чрезвычайные доказательства, вот этот подход к чрезвычайным доказательствам Карла Сагана, это один из тех подходов, которые буквально как раз задают вот этот тренд на перекидывание бремени доказательства. Его задал Рассел, безусловно, то есть Рассел как раз и сформулировал этот самый известный чайник Рассела. Но Карл Саган, видите, подхватил, популяризировал, и это тоже вошло в научный обиход вместе с чайником Рассела, такое себе. Карл Саган приводит исторические примеры, когда заблуждения и массовые суеверия приводили к трагическим последствиям, а когда научные суеверия приводили к созданию ядерных ракет и к трагическим последствиям. В Хиросиме Нагасаки его не рассказывает. Ответственность ученых и общества должна быть, понятное дело. Опасность отказа от науки, опять же, непонятно, что такое наука, но отказываться от нее опасно. Ну, допустим, на самом деле отказ от техники, мне кажется, тоже может привести к негативным последствиям. Относительно отказ от науки зависит от того, что мы определяем как наука. Что иногда техника входит в науку, иногда техника в науку не входит, и много чего здесь сложного, много сложностей возникает. Ну, ладно. Карл Саган. Человек, который считается научным скептиком, но который при этом радикально критикует абсолютный скептицизм. Карл Саган. Человек, который один из первых пропагандистов вот такой вот науки. Вот в современном смысле этого слова один из самых таких ярких и известных персонажей, на которого опираются многие современные сайентисты и пропагандисты науки. Карл Саган довольно вредоносный, на мой взгляд, персонаж, и, что самое главное, он вредоносен в том числе для самой науки, потому что он пытается обосновать науку как нечто абсолютно самодостаточное, не нуждающееся в каких-то альтернативных подходах, методах, обсуждениях с другими представителями других дисциплин. Такая своеобразная антифилософия, в которой мы отказываемся от дискуссий с оппонентами. Оппоненты, у них должны быть чрезвычайные доказательства. А вот мы можем нормальными пользоваться. Им нужны чрезвычайные, нам нормальные, но вот сопротивление мы никак им оказывать не будем. Игнорирование. Ну, опять же, флёр игнорирования оппонентов, по сути, здесь формируется. Ну, просто потому что мы свеча, а они мрак и демоны. Противопоставление тьмы и тьмы и света формируется, что тоже довольно плохо. В общем, Карл Саган — это человек, который сформировал лицо современного научпопа, сайентизма и много чего еще. И в этом плане это один из самых вредоносных интеллектуалов, которых только можно представить. Ну, потому что он популярен, потому что он влиятелен, и его вредоносность, она переносится на огромное количество людей. Ну, думаю, на этом, соответственно, все. Дамы и господа, вот, соответственно, мы закончили этот материал. Я прошу вас, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Boosty за подписку на 500 рублей. Вы сможете изучить мой курс по дексологии, что, наверное, будет для вас интересно. Да, подписка 500 рублей в месяц, будет курс по дексологии, потом будет курс по философской комбинаторике и многим другим вещам, которыми я занимаюсь в рамках философии. Может быть, вас действительно это заинтересует. Boosty 500 рублей, подписывайтесь. Большое спасибо Вайноту за то, что заказал это видео на аукционе. В аукционе победил именно этот материал. Большое ему спасибо. Большое спасибо всем, кто донатили на тот самый аукцион. Все, ребят, спасибо вам большое. Вас всех дико люблю. Увидимся с вами на стримах. Приходите, я вас жду. Приходите, я вас жду. Субтитры сделал DimaTorzok Он говорил нам о звездной пыли, что нас с тобой породило давно, о том, что вечность не где-то вдали, а в сердце каждого из нас заодно. Карл Саган, наш проводник в небеса, человек, что мечтал не о славе, а о звездах. Он слышал шепот далеких миров, ученый и поэт, без звезд и основ. Мы маленькая голубая точка, но вся вселенная в глазах его жила. Век за веком его мудрость звучала. Звезда, что с нами не погасла. Карл Саган, наш проводник в небеса, человек, что мечтал не о славе, а о звездах. Он слышал шепот далеких миров, ученый и поэт, без звезд и основ. Саган, ты свет в глубинах ночи, космос, а пульт в каждом из нас. Ты с нами навечно, в словах и в строчках. Карл Саган, звездный глаз. Карл Саган, звездный глаз. Ты свет в глубинах ночи, космос, а пульс в каждом из нас. Ты с нами навечно, в словах и в строчках. Карл Саган, звездный глаз. Карл Саган, звездный глаз. Карл Саган, звездный глаз. Субтитры сделал DimaTorzok